Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал! Нахожусь в районе Форт Ладдердейл. Позади меня здание, это коммерческое здание. И сегодня будет речь идти про коммерческое здание. Данный ролик будет больше интересен для инвесторов, которые хотят инвестировать в Штаты, в данном случае в Майами, город Форт Ладдердейл. Форт Ладдердейл это аккломерация Майами, начиная от Весп-Умбича, заканчивая там Саус-Майами, это, собственно, весь Майами. Такой городочек, маленькая Венеца в США в Майами. Поэтому в данном случае будет речь идти про коммерческую недвижимость. В этом ролике я покажу два вида коммерческих недвижимости в этом городе. Почему выбрал именно Форт Ладдердейл? Потому что на сегодняшний день здесь самые умеренные цены на коммерческую недвижимость, да и в целом на недвижимость. Пока еще не так сильно раскручен этот район, поэтому обязательно сейчас в дальнейшем все расскажу, почему именно эта коммерческая недвижимость. Итак, ребята, вы знаете, как меня поддержать? Это, конечно же, поставить этому видео лайк. Обязательно поставьте лайк. Вам ничего этого не стоит на самом деле. Поставили лайк, подписались на канал, написали ваш комментарий, насколько это выгодно инвестиция, как вы думаете, ваше мнение, мне всегда интересно. И, конечно же, если вам это видео понравилось, обязательно поделитесь с друзьями. Поехали! И так, друзья, с чего бы хотелось сказать, что это видео? Начать, конечно же, с локации. Локейшн, локейшн, локейшн. В недвижимости только локейшн играет самую большую роль. Кто в недвижимости долго варится, тот меня очень хорошо понимает. Неважно, это будет коммерческая недвижимость, или это будет жилой какой-то конго-отель, или это будет просто какой-то конго, или это будет просто дом. Неважно. Главное локейшн. И потом уже, конечно же, цена. Ну и саму, конечно, недвижимость. Итак, здесь у нас US-1 дорога. Это очень круто, потому что вот за этой плазой идет у нас наша недвижимость коммерческая. Итак, здесь по соседству у нас большая дилерская BMW, как вы видите. И, конечно же, есть своя дорога въезд в эту коммерческую недвижимость. В данном случае здесь почему-то очень много паркуется эвакуаторов, которые забирают автомобили BMW, либо привозят BMW. В общем, это никак не мешает при въезде в эту коммерческую недвижимость. То есть, данный лот, давайте начнем с самого лота, с самой земли. Данный лот, лот это у нас, собственно, место, где сама земля, так скажем по-нашему, это 30 тысяч square feet. Это полностью вся земля данного этого лота. Итак, ребят, здесь у нас 39 парковочных мест, относящихся к этой коммерческой недвижимости. Вот здесь у нас, собственно, своя парковка, как вы видите, справа и слева. Это очень хорошо. У нас, как вы знаете, что в Америке полностью обязательно должны быть парковки, потому что без парковок здесь, собственно, не допустят ни одну коммерческую... Да и вообще, в принципе, без парковок, здесь, вы знаете, страна автомобилистов, здесь очень важно, чтобы было очень много парковочных мест. Итак, 39 парковочных мест, и само здание, значит, по square feet, это 8779 square feet. Я могу сказать, что здание не маленькое. В данном здании находится 6 арендаторов, сейчас они там находятся. В принципе, здание полностью сдано в аренду, здесь ни одного пустого помещения нет. Данное здание было построено в 2002 году. Чтобы вы понимали, в 2002 году это не самое старое здание, но оно уже повидавшее-повидавшее. С виду, конечно, оно уже выглядит немножко стрёмненько, можно сказать, что не прям идеально. Что требуется здесь делать? Чтобы повысить арендную ставку и хорошо ее потом сдать, и потом, может быть, этот лот продать, нужно, конечно, сделать реконструкцию этого здания. Рекомендуется прям сделать. Аналитики посчитали, наши аналитики посчитали, что в среднем нужно вложить, если мы говорим про косметический ремонт в виде внешнего фасада, то нужно вложить это порядка 500-600 тысяч долларов для того, чтобы данное здание привести в порядок и повысить арендную ставку. На данный момент за квадратный метр и скверфит, если допутаю, до сих пор еще не отвык, значит, за скверфит здесь у нас платится 18 долларов. Если сделать хорошую реконструкцию, если сделать вообще полную реконструкцию самого здания и внутри тоже, то, конечно, надо будет вложить не 500-600 тысяч, а в районе 800 тысяч долларов для того, чтобы полностью довести до ума, то можно в два раза увеличить арендную ставку. Если сейчас у нас в среднем 18 долларов за скверфит, то можно увеличить до 30-35 долларов за скверфит. Итак, ребята, все спросят, а сколько же стоит данное здание отдельно стоящее? Чтобы вы понимали, это здание отдельно стоящее со своим парковочным местом. Данное здание стоит 3,6 миллионов долларов. Для кого-то сейчас вау, 3,6 миллиона долларов, это же бешеные деньги. Но чтобы вы понимали, здесь все-таки это 800, ну, можно сказать, почти 800 квадратных метров здания, чистого здания. И здесь 3,6 миллионов долларов, конечно, цена не оправдана, по мне так. Ну, я считаю, что это дороговато, можно поторговаться, и нормальная цена этого здания в районе 2,8-3 миллионов долларов. Это видео я делаю потенциально для инвесторов. Понятно, что в само здание заходить нет смысла, потому что там находятся арендаторы, и, собственно, заходить, показывать, в каком состоянии здание, понятно, что оно не самое идеальное. Еще раз говорю, лучше, конечно, вложить те же 800 тысяч долларов, довести до ума, и потом можно, кто-то спросит сразу, а за сколько можно, если все довести до ума, и, собственно, привести в порядок такое здание, за сколько можно это здание, собственно, продать? Продать его можно после того, как вы реконструируете больше 5 миллионов долларов, если, конечно, все сделать очень грамотно и грамотно подходить. Или, или сдать его, и, собственно, получать не самые, условно говоря, в месяц, это здание приносит, кстати, в районе 150 тысяч долларов. Но, если вы сделаете реконструкцию и, собственно, доведете до ума, то вы будете получать, генерить с этого здания будете в районе, ну, больше 300 тысяч долларов, это 100%. Вопрос всегда в арендаторе. Арендаторы, которые здесь сидят, они могут согласиться с этим, а могут не согласиться и съехать. Найти здесь арендатора, в принципе, не проблема за такие деньги. Средняя цена за Скверфит в городе Форт Ладдердейл в районе 30-45 долларов за Скверфит. Поэтому найти арендатора здесь будет не проблема. Что касательно самого здания. Оно 2002 года и, по мне, так оно не старое, честно скажу. Мне, как бы, оно, в принципе, устраивает, да. Потому что в Майами, в принципе, все такое, знаете, нового что-то найти, прям, тем более в коммерческой недвижимости, это вообще такая редкость. А тем более, если мы говорим про отдельно стоящее здание, где есть свои парковочные места, полностью получается, вы покупаете весь лот, ни с кем не делите эту землю, нет никаких других собственников. Это просто один собственник, который продает это здание с этим участком. У нас сегодня Майамское такое солнце. Итак, по поводу этой локации и вообще местонахождение. Я прикреплю сюда карту, обязательно вот такую карту, чтобы вы полностью видели, где находится это здание. Сейчас мы едем на вторую локацию и, собственно, немножко расскажу про нее. Потенциально это можно, в принципе, рассматривать для очень крутых инвесторов, которые хотят сохранить деньги. В среднем получается доходность по этому зданию в районе 5% годовых. Это немного, ну и немало для США, поймите правильно. Кто смотрит там в Дубае, недвижимость, кто смотрит в других странах, там может быть процент по годовым больше, но рисков тоже больше. В Америке более-менее все стабильно, нужно понимать это и нужно оценивать риски. Здесь, в принципе, рисков никаких нет. Вы вкладываете деньги в долларах, вы держите их в недвижимости. Недвижимость здесь всегда только растет. Поэтому едем сейчас на вторую локацию, оставайтесь в сюжете, погнали. Также около этой локации, где коммерческая недвижимость, находится вот такой очень большой сетевой супермаркет, называется Whole Foods Market. Мы буквально отъезжаем Макдональдс, само собой, это US One, это главная дорога. Здесь нужно понимать, что здесь все очень рядом. Буквально в 5 минутах отсюда порт находится. Буквально в 10 минутах, даже меньше, чем 10 минут, находится аэропорт Форт Ладдердейла. Позади меня, получается, находится Форт Ладдердейл Даунтаун. И, собственно, сейчас мы едем на Плазу, где продается полностью отдельно стоящая Плаза. И хотелось бы вам показать именно такой лот. И он, кстати, очень привлекательный для инвесторов будет 100%. Так, ребята, едем на 17-ю стрит в городе Форт Ладдердейл. Это очень оживленная дорога, очень, скажем так, здесь абсолютно все плазы есть. Здесь все гостиницы, которые относящиеся к порту непосредственно Форт Ладдердейл. И вот недалеко от первой локации, где мы сейчас были, мы доехали, собственно, до практически второй локации. Это вот буквально вот с левой стороны, сейчас буду разворачиваться, и попадаем вот на эту вот Плазу, которая сейчас стоит. Эта Плаза очень-очень привлекательная. И я сейчас объясню, почему именно эта локация заслуживает вашего внимания. И прошу инвесторам, если у вас вопросы возникнут по первой и второй локации, обязательно пишите мне в Инстаграм, пишите мне в WhatsApp. Здесь у нас, кстати, вот находится отель Холден-Ин. Там у нас находится Порт. Здесь у нас еще один отель находится. И там у нас новый проект, Пирс 66. Очень большой, крутой проект со своим, как и гостиничным комплексом, так и, собственно, приват. Бутик у нас, здание получается приватное такое. Там 12 ресторанов в этом. В общем, очень крутая, крутая локация. И если дальше проехать, то мы попадаем в Ладдердейл Бич. Там у нас пляж. Буквально в минутах 5-7 на автомобиль мы попадаем на океан. И поэтому здесь очень оживленная дорога. Как видите, очень много автомобилей стоит. Поэтому потенциальным инвесторам, которые инвестируют в США для сохранения своих денег, для увеличения своих денег, это очень будет актуально. Посмотрите, по соседству у нас тут также есть Publix, TJ Maxx и очень много сетевых магазинов. Вот тут у нас рядом по соседству Bank of America. И мы заезжаем, собственно, на саму Плазу. Так, давайте сейчас остановлюсь, припаркуюсь и расскажу про этот лот. Итак, ребята, приехали на вторую точку. У нас коммерческая недвижимость, также вот трехэтажное здание. И дальше, как я и ранее говорил, есть отели, очень крутой проект, непосредственно порт. И вот наша Плаза, собственно, где находится сам участок и само здание. По соседству у нас Bank of America. И вот еще одна Плаза, которую, собственно, нужно в дальнейшем выкупать. Объясню чуть позже. Итак, по цифрам давайте пробежимся. Вот наша Плаза, где находится, значит, Starbucks. Здесь у нас участок 1,5 акров, 9460 square feet само здание. И здесь 137 парковочных мест. Данные парковочные места относятся к этому собственнику этого здания. Сразу хочу сказать, вот этот собственник этого здания не имеет никакого права на эту парковку. Ему приходится договариваться вот с этим собственником, который продает, собственно, эту землю с этим зданием. Итак, ребята, здесь здание построено было в 2022 году. Абсолютно свежее новое здание. Как вы видите по арендаторам, которые арендовали, это у нас Starbucks, Aspen Delta. Это все абсолютно крутые сетевые, значит, Мосмаркет, Medical Spa тоже, собственно, сетевая. Вот у нас еще там есть сзади еще один арендатор, он сзади сидит, четвертый арендатор. Эти все арендаторы сидят, и у них контракты подписаны на 5 лет. Через 5 лет можно повышать стоимость контракта на 10-12% годовых. Поэтому, ребята, на данный момент данное здание генерирует где-то в районе 590 тысяч долларов. Понятно, что без учета налогов, учитывая, что вы вкладываете 11,8 миллионов долларов. Но сразу скептики скажут, как так 11,8 миллионов долларов вкладывать в такое здание с таким участком? Это же бешеные колоссальные деньги. Кто инвестор, тот меня поймет. Цель этой покупки не сколько получать с этого прибыль, а сколько продать потом это девелоперу. Итак, что нужно сделать, чтобы очень классно инвестировать? Во-первых, нужно купить это здание не за 11,8 миллионов долларов, а купить его за 10, постараться. Во-всяком случае, торговаться и договориться, сделать оффер и постараться его купить за 10. Его реальная цена 10 миллионов долларов. Что нужно сделать в дальнейшем? Выкупить абсолютно точно, выкупить вот эту плазу, договориться с этим собственником, быть с ним другом. В итоге с ним попить немножко пивка, не знаю, посидеть в ресторане, поехать куда-нибудь в путешествие. Ну, договориться с этим собственником и в дальнейшем выкупить это здание. Тогда у вас появляется большой лот, и вы потенциально можете продать этот лот вашему новому девелоперу, который построит здесь либо отель, либо построит большой Конго, или что-то еще подобное, большой какой-то проект. Будет очень большая точка притяжения. Сразу говорю, что это US1 рядом, 17-я стрит. Я прикреплю карту, обязательно посмотрите. Здесь преимущество сделать дабл. Если вы купили данное здание за 10 миллионов долларов, давайте переведу на себя, если вы купили данное здание за 10 миллионов долларов, чему, собственно, мы постараемся поспособствуем, потенциальные инвесторы, серьезные люди, кто более-менее с наших стран понимает, о чем я говорю, и кто хочет, как говорится, сохранить свои деньги и приумножить в два раза, то вам придется купить за 10 миллионов, постараться купить это здание, выкупить по соседству в районе 7-8 миллионов долларов, это выйдет тоже, вложить сюда условных 17-18 миллионов долларов, а потом, когда у вас это будет все в собственности, взять это продать за 35-40 миллионов долларов новому девелоперу, который построит здесь очень крутой отель. Я обязательно прикреплю карту. Пожалуйста, кто потенциальный инвестор, кто действительно понимает, о чем я говорю, присмотритесь. Кому нужна дополнительная информация, напишите мне в WhatsApp, напишите мне в Instagram, прикреплю здесь QR-код, прикреплю здесь телефон, кому-то удобнее по телефону. Кто в Америке или кто смотрит меня из стран СНГ, кто очень понимает, что такое инвестирование в Майами, в США. Сразу говорю, все-таки вы инвестируете в долларах. Это все преимущества для инвесторов. Ну и, конечно же, самое главное преимущество в этом лоте, это, конечно, сделать дабл. Дабл сделать 100% можно, потому что локация, локация и локация. Благодарю вас, что вы досмотрели. Прошу вас, внимательно присмотритесь к этим локациям. Кому интересно, обязательно пишите. Благодарю каждого. Вот на этом ролике я заканчиваю. Благодарю каждого, кто досмотрел до этого момента. Прошу вас, даже люди, которые не понимают, в таких цифрах у них в голове не укладывается, напишите ваши комментарии, что вы вообще думаете, кто очень хорошо понимает, что такое недвижимость, что такое инвестирование, что такое большие деньги. Напишите ваши комментарии. Почитаю интересные комментарии, обязательно отвечу. И, собственно, если вам это видео понравилось, смотрите с друзьями. Может быть, у вас есть потенциальные крутые инвесторы, которые заинтересуются в данной локации. В Майами, в Даунтаун, таких цен абсолютно даже не подходите. Там за 11 миллионов 1,5 акров купить, или за 12 миллионов невозможно. Просто невозможно. Там цены за 30-50 миллионов долларов. Там, собственно, квартиры, пентхаусы стоят по 50-60 миллионов долларов. Там таких участков земли за такие деньги вы не найдете. Поэтому, ребята, благодарю, что досмотрели. Благодарю, что подписались, поставили лайк этому видео. И, конечно же, увидимся в следующих роликах. Пока-пока.